Сейчас мы с вами поговорим более подробно о компоненте теги. Мы уже во втором модуле с вами разбирали в уроке по созданию материалов, как добавляются теги к материалу. То есть теги — это такие метки, а, собственно, в третьей версии Joomla они назывались метками, а в четвертой их уже называют тегами. Ну, это, возможно, просто перевод, локализация так сделана, но не суть важна. Метки, теги, хештеги их можно еще назвать. Это такие меточки, которыми помечаются материалы, статьи и категории. И потом можно по этим меткам делать вытяжку всех материалов, которым были присвоены те или иные метки. То есть если у нас есть материал и помечен меткой Англия, при клике мы попадаем вот на такую страничку, которая генерируется автоматически и собирает все материалы, которые у нас с вами помечены тегом Англия. Да, соответственно, вот три материала. Если мы перейдем и нажмем там на тег, например, так, что у нас здесь есть, Франция, то у нас вытянут только материалы по Франции. Как это все еще работает через админку? Это все у нас аккумулируется. То есть при создании материала, да, смотрите, при создании материала у нас здесь с вами есть теги, которые мы вбивали. И каждый вбитый тег к материалу, он сохраняется. Видите, то есть они уже набиты и можно выбирать из готового. Даже если вы будете там начинать писать, и он у нас есть, этот тег, он будет подсвечиваться. Соответственно, чтобы не вводить там два раза один и тот же, он будет подсвечиваться для выбора. Соответственно, если вы будете писать тот тег, которого нет, видите, ничего не найдено, то при нажатии Enter он у вас добавится, а при сохранении материала он еще и пропишется в базу. И эти все теги у нас с вами хранятся в разделе Компоненты, теги, вот здесь, видите, вот все теги, которые мы с вами писали, они у нас здесь с вами сохранились. То есть их можно здесь сортировать по написанию, да, по алфавитному порядку и так далее, и так далее. У каждого тега здесь есть количество элементов. То есть у Англии есть три элемента, то есть фактически три статьи. Но теги у нас еще назначаются не только к статьям, но и к категориям. Давайте зайдем в контент, категории, и возьмем категорию, например, Англия. При создании категории мы также можем, видите, здесь вбить теги. Но поскольку у нас они есть уже, да, мы можем просто их выбрать, там, например, Liverpool, Middlesbrough. Четыре тега. Сохранить и закрыть. Отлично. Вернемся в наш компонент теги. Видим, да, что у нас Англия. Есть тег, три элемента, но это элементы, только материалы, сюда категории не относятся. Соответственно, что мы делаем дальше? Дальше эти теги, мы можем ими пользоваться непосредственно на сайте. Они выводятся, да, мы их можем выводить. Они у нас теперь есть в категории. Видите, категория Англия. Мы выбрали с вами четыре хештега. Это внутри, в рамках одной категории, мы можем с вами еще делать фильтрацию по тегам. То есть королева. Вывелись теги чисто с теми материалами. То есть вывелась категория, вывелась страница, где у нас есть тег королева. Отлично. Это можно делать так. Плюс мы еще можем выводить пункты меню с функционалом тегов. Их там три. Сейчас я вам покажу. Заходим в меню. Главное меню. Создать пункт меню. И вот здесь, смотрите, тип пункта меню. Сейчас мы с вами уже разберем все типы пункта меню, что у нас уже в модуле про меню останется очень мало информации, которую будем разбирать. Но не суть. По-другому здесь нельзя. Все настолько взаимосвязано, что приходится от одного к другому постоянно переходить. Итак, теги. Три типа. Либо все теги, либо элементы, которые назначены определенным тегом. То есть непосредственно элементы, здесь материалы. То есть можно говорить, что вывод материалов определенных тегов. И те же элементы, те же материалы, только компактным списком. Давайте попробуем просто теги вывести. Назовем мы это облако тегов. Ну, примерно так. Тегов. Пусть будет так. Назвать можно как угодно. Так, теги. Родительский тег. Давайте выберем корневой. То есть мы можем... Обратите внимание еще такой момент. Сейчас я вам покажу, как это работает. И потом вернемся к тегам. Родительский тег корневой. Можно делать еще вложенность тегов. То есть их может быть... Может быть структура тегов. То есть они ни одного уровня могут быть. То есть один тег может внутри себя содержать еще как бы под теги. Да, и таким образом вы можете разделять их на смысловые группы. Выбрали корень. Параметры. Здесь можно выбирать настройки отображения таких тегов с описанием, без описания и так далее, и так далее. Сейчас я не буду тут подробно останавливаться. Это все такие настройки, которые надо опытным путем проверять, вставлять. Количество элементов на странице мы можем с вами ограничить. Давайте пока ставим 200. Интеграция с RSS. Вот это я не понял, как это работает. Брать не буду, не знаю. Поэтому если сами разберетесь, отлично напишите где-нибудь в чат, как это настраивается, и возможно я дополню урок. Тип ссылки, это уже пошли вкладочки стандартные у каждого пункта меню. Мы их с вами еще рассмотрим отдельно. Нажимаем сохранить и закрыть. Появилась ссылочка. Обновляем страницу. Переходим, видите, облако тегов. И у нас появляется вот такая штука. То есть мы здесь можем с вами выводить список. Можно настраивать разное количество показа, да, вот этих вот ссылок. Ссылок сразу включается погенация. Это вот постраничная навигация. И здесь мы с вами выбираем, например, Барселона. Нам выводится одна метка, точнее, один материал, где у нас используется тег Барселона. Ну и так далее, и так далее. То есть это работает вот таким образом. Облако тегов. Англия. Вывелось три материала. Следующий момент. Давайте изменим тип пункта меню с тегов на элементы. Здесь настроек больше гораздо. Выбираем тип пункта элементы. Тег. Какие теги выводить. Да, то есть какие материалы выводить по каким тегам. То есть давайте вы вытянем опять англию. То есть вот эти теги нам необходимы. Тип контента. Что можно выбирать? Материал. Баннеры. А, вы, кстати, видите, еще баннеры. Тоже баннерам можно присваивать теги. И пользователям. То есть здесь теги можно присваивать еще большему количеству категорий. Кроме как материалы и категории материалов. То есть давайте выберем здесь материалы. Дальше. Тег. Заголовок тега. Ну это пошли опять настройки. Выводы тегов. Настройки вывода элемента. Элемент. Это у нас с вами вот именно материалы будут выводиться. Давайте попробуем сохранить. Потом посмотрим, как это все выводится. Главное. Облако тегов. Смотрите, видите, вывелось три материала. То есть вывелись сразу же отфильтрованные материалы по указанным здесь тегам. То есть мы можем настроить эти элементы и изображение элемента показать. Давайте посмотрим. По идее должны вывестись картинки. Видите, вот вывелось с изображениями. Дальше. Что мы еще здесь можем сделать? Мы можем описание скрыть. А, ну скрыто, да. Можем добавить, показать описание. Скорее всего, выведется краткое описание нашего материала. Видите? То есть можно так сделать. То есть мы помимо того, что можем организовывать наши материалы с помощью категорий материалов, мы можем еще делать выборки по тегам. То есть мы можем добавить сюда, например, достопримечательности Англии, да. И все материалы, где достопримечательности мы можем помечать, там, например, Англия музеи, к примеру, да. Вот Англия музеи. И здесь вывести музеи Англии. Человек тыкает, ему сразу подборочка вылазит всех материалов по музеям Англии, к примеру. Да, то есть это более тонкая такая настройка. Не будете же вы делать отдельную категорию материала, например, для музеев Англии. Да, вы делаете просто Англия и там города пошли. А здесь вы можете делать тонкие выборки по каким-то критериям, которые вы присваиваете данным статьям, материалам. Вот так работают теги. Дальше, следующий момент. Ну, это у нас с вами третий пункт. Это просто немножко другой список, компактный. Нажимаем сохранить. Так, ну давайте те же теги. Надо протыкать. Тип контента, выберем материал, сохранить. Обновим ссылку. Ну, просто без всяких картинок, без всего. Кстати, здесь, наверное, картинки тоже можно выводить. Так, тег, список. А вот здесь, видите, нет возможности каждый элемент выбирает. Так, изображение элемента стоит показать, но он его почему-то не выводит. Количество символов, фильтр. Фильтр это имеется в виду вот этот вот фильтр. Вот эта сортировка, поиск. Да, то есть, ну, краткий вид, просто списком, да, без изображений. Отлично. Давайте все, на этом остановимся. Вот так работают у нас с вами теги. То есть я объяснил, что теги это у нас с вами точечная выборка и вывод, в частности, материалов на сайте по каким-либо тегам, да, по каким-либо меткам. То есть очень хороший инструмент. И в рамках создания блока либо многостраничного сайта обязательно нужно использовать вот эти методы, не методы, а теги, для перелинковки между вашими материалами. и плюс для создания каких-то подборок по узким каким-то направлениям, да, как я вот вам привел пример с музеями Англии. На этом, в этом уроке все. Переходим к следующему видео. Субтитры создавал DimaTorzok